Всем большой привет! Сегодня будет видео о моих покупках с сайта Алиэкспресс, которых у меня, кстати, накопилось очень много, причем покупки самые разные. Сегодня будет нижнее белье, украшения, гаджеты, бытовая техника, разные всякие штучки для дома, для декора. В общем, покупок много, покупки разные, самое главное среди них огромное количество классных бюджетных находок. Кстати, сразу отвечу на ваш популярный вопрос по поводу Алиэкспресс. Часто меня спрашиваете, доставляют ли сейчас товары из Китая в Россию. Да, доставляют, никаких вообще с этим проблем нет, все как обычно. Некоторые товары, которые я сегодня буду показывать, я заказывала 16 марта и уже мне все пришло, то есть прям довольно быстрая доставка. Эти товары были с доставкой из Китая в Россию, но также на Алиэкспресс еще есть много продавцов, у которых доставка из России, прям с российских складов идет. Так что никаких, в общем-то, с этим проблем сейчас нет. И если вам пришла посылка на почту и вы не хотите туда идти или вам нельзя туда идти из-за режима самоизоляции, тогда вы можете просто заказать себе курьера через приложение Почта России. Эта услуга у нас в Москве стоит 100 рублей, я не знаю, может быть в других регионах какие-то другие расценки. И еще, кстати, у многих продавцов на Алиэкспрессе сейчас появилась функция доставки в магазины Пятерочка, что тоже, кстати, очень удобно. Я несколько вещей получала именно в Пятерочке на кассе, но это как бы вообще такой, знаете, супербыстрый способ забрать свой заказ. Сходила за продуктами и заодно на кассе еще и свои покупки с Алиэкспресс получила. Так что никаких, в общем-то, проблем с шопингом на Алиэкспресс сейчас абсолютно нет. Давайте теперь будем переходить к обзору покупок и начну я с той красоты, которая стоит сзади меня и каждый день мне безумно радует глаз. Вот эту вазочку в скандинавском стиле я вам уже показывала в прошлом ролике, также про покупки с Алиэкспресс. Очень, на мой взгляд, красивая, стильная ваза. В этот раз тоже оставлю на нее ссылку, вдруг кому-то пригодится. И пришли мне, наконец, колосочки для этой вазочки. Я заказала двух оттенков, белые и вот такие вот коричневые. Они продавались по 7 штучек в комплекте. И коричневые, кстати, почему-то стоят дешевле, чем белые, хотя по качеству они абсолютно одинаковые. Коричневые за 7 штук стоили 100 рублей, а белые, по-моему, 160 рублей. Мне очень нравятся эти колосочки, это натуральная сушеная трава, смотрится, на мой взгляд, очень красиво, уютно, стильно, я прям в восторге. Следующая покупка для дома это плетеная соломенная корзина. Я думаю, что вы такие корзины наверняка видели, они сейчас очень модные, их многие магазины сейчас стали продавать, но на Алиэкспресс цена самая низкая. Поэтому я взяла на Алиэкспресс, стоила она 630 рублей. Но именно вот эту с белым низом я вам порекомендовать не могу, потому что мне пришла вот такая вот облупленная местами корзина. То есть вот эта белая краска здесь просто-напросто облупилась, и под ней обычная солома, как на верхней части корзины. Поэтому, если вы будете себе такую корзинку заказывать, то я бы посоветовала брать однотонную, просто вот такого соломенного оттенка, без нанесения краски на нижнюю часть. Потому что мне кажется, что любого цвета краска здесь будет точно так же отваливаться, отколупываться, как белая. Но в целом все равно она мне... Ой, чуть не уронила. В целом она все равно мне нравится. Она стильная, красивая. Я не знаю, что я буду делать с ней. Может быть, просто здесь подкрашу вот эту белую краску, а может быть, ничего не буду делать. Пускай стоит так, как есть. В принципе, сильно это в глаза не бросается. Других никаких у меня претензий к ней нет. Сделано все хорошо. Ну, лучше берите все-таки однотонную. Следующая покупка для дома это макраме кашпо для цветов. Мы пока его еще не повесили, но оно просто обалденно сделано. Стоит 350 рублей. То есть сюда вы, получается, вот как бы это показать, вот сюда вставляется цветок, горшок с цветком и подвешивается на стену. Очень классно сделано. Прям идеально. Никаких вообще абсолютно вопросов у меня нет. Суперская штука. Уже не терпится повесить поскорее на стену и поставить сюда какой-нибудь красивый цветок. Давайте разбавим товары для дома чехлом для телефона. Заказала себе новенький чехольчик, силиконовый, матовый. И здесь такие милые три авокадо, которые занимаются спортом. Один крутит обруч, второй делает упражненьки, упражненьки, упражнения с гантелями. И третий просто показывает, какие у него классные мышцы. И надпись «Just do it». Такой милый, симпатичный чехол поднимает мне настроение. Стоил сущие копейки, по-моему, 80 или 70 рублей. По качеству классные, приятные на ощупь. Все дырочки для камеры, для кнопочек. Все совпадает, все отлично. Так что могу смело порекомендовать. Еще из серии «Покупка для телефона» заказала защитные стекла на телефон и себе, и мужу. Все пришло в целости и сохранности. Вот само стеклышко. И также продавец еще положил специальные салфетки для того, чтобы приклеить это стеклышко, и не было никаких соринок. Если вы до сих пор ходите наклеивать себе защитные стекла в разные салоны сотовой связи, и платите за это огромное количество денег, там 500-1000 рублей, прекратите это делать, не тратите лишние деньги, просто закажите себе стекла на Алиэкспресс. Там они стоят 3 копейки. Я заказываю сразу несколько штук, чтобы дома были в запасе. Если вдруг разобьется стекло, можно быстренько переклеить. Вообще никаких с этим проблем нет. И наклеивать их дома самостоятельно тоже довольно просто. Еще две покупочки для домашнего декора. Это ананасик и подносик. Я покупала их по отдельности, но они очень классно смотрятся вместе, поэтому теперь они у меня существуют вместе. Ананас стоил 560 рублей. Он хорошо сделан. Это, как я понимаю, керамика. Ну, судя по ощущениям, да, похоже, что это керамика. Там есть у этого продавца ананасы чуть поменьше и чуть побольше. Это у меня средний размер. И также есть разные расцветки. Подносик металлический. Он стоил 380, насколько я помню, рублей. Хорошо сделан. Никаких у меня тоже к нему вопросов нет. Вместе они смотрятся очень классно. Ну, и по отдельности тоже можно их использовать. На этом подносике, например, можно хранить свои украшения. Использовать для фотографий очень красиво. Ну, в общем, я думаю, что ему можно найти много разных применений. И то, и то... Ой, чуть не уронила свой ананас. И та, и та покупка мне нравится. Тоже могу порекомендовать. Давайте перейдем к украшениям. Украшение сегодня будет только одно. Ну, это такие нежные бежевые сережки, гвоздики. Здесь два ромба, не совсем правильной формы. И золотистый металл. А спереди вставка, напоминающая что-то типа розового кварца. То есть здесь какая-то такая имитация кварца. Но, конечно, я думаю, что это пластик. Потому что сережки эти стоили всего лишь 80 рублей. Но выглядят они очень симпатично. Такие базовые. Подойдут просто под любой абсолютно наряд. Нежные, красивые. Мне очень нравятся. И главное, они легкие. И уши у меня, кстати, от них не чешутся. Сережками я тоже довольна. Давайте теперь поговорим про гаджеты. У меня тут два гаджета для гигиены полости рта. Один из них это компактный портативный ирригатор. У меня раньше был ирригатор такой стационарный, большой, громоздкий. Он занимал огромное количество места. Но он уже старенький, он сломался. И я решила взять ему на замену вот такой вот портативный беспроводной. И вы знаете, я им просто невероятно довольна. Это гораздо удобнее, чем большой стационарный ирригатор, который занимает полванной. Ну, полванной, конечно, это условно. Но гораздо больше места занимает, чем вот такая вот малютка. Здесь абсолютно простейший механизм. Вы сюда заливаете воду. Здесь есть кнопка включения-выключения. И кнопка, которая регулирует скорости. Здесь есть три скорости. Медленная, средняя и высокая, соответственно. И в комплекте идет несколько насадок. У меня сейчас надета насадка для очистки языка. Очень легко насадки снимаются, одеваются. Оп, защелкивается. Потом нажимаете на кнопочку. Насадка снялась. Также еще здесь были разные другие насадки. Например, есть насадка для чистки брекетов, что для меня сейчас как никогда актуально. И, в общем-то, разные другие насадки. Этим ирригатором я очень довольна. У меня к нему нет совершенно никаких нареканий. Пользуюсь каждый день уже на протяжении где-то, наверное, полутора месяцев. И вообще никаких к нему вопросов. Еще в комплекте был провод для зарядки. И, кстати, еще насадка крутится по часовой стрелке. Это удобно для того, чтобы прочистить зубы и с внешней, и с внутренней стороны. В общем, могу посоветовать. Очень нужная и классная штука. И главное, что он занимает много места. И, если что, можно брать его с собой в какие-то поездки. Следующая покупка также для гигиены полости рта. Это электрическая звуковая щетка от бренда Xiaomi. Называется она, по-моему, Sukas, если я правильно произношу это название. У меня в розовом корпусе. И у меня дополнительно есть сразу еще односменная головка. Это звуковая щетка, не ультразвуковая. Не путайте. Это немного разные технологии. Но у меня раньше была ультразвуковая щетка от другого бренда, которая сломалась. Я вам могу сказать, по своим личным ощущениям, я не чувствую никакой разницы в плане качества очищения зубов между моей бывшей ультразвуковой щеткой от бренда Donfell у меня была щетка и вот этой щеткой Xiaomi. И та, и та щетка чистит зубы просто великолепно. Здесь есть несколько режимов. Можно переключать всего лишь одна кнопка. Эту кнопку вы и включаете, и переключаете режимы. Она компактная. Здесь никаких лишних к ней подставок, ничего нет. Есть вот такая вот подставочка маленькая для зарядки с USB проводом. И все. Сама щетка может стоять одна, без каких-либо подставок. Она устойчивая довольно-таки. Я этой щеткой очень довольна. Великолепная щетка. И для чистки брекетов подходит. И для тех, у кого нет брекетов, конечно же, тоже подходит. Просто отличнейшая. Ну и просто этот розовенький дизайн очень радует мне глаз. Эта щетка, кстати, может работать через приложение. Но скажу вам честно, я так в этом приложении и не зарегистрировалась. Я его скачала, но что-то я на него как-то подзабила. И так и не стала там разбираться. Но для тех, кто любит вот эти вот всякие приложения для техники, тому, наверное, будет интересно. Эти щетки бывают в разных комплектациях. Бывают без дополнительных насадок. Бывают с дополнительными насадками. Бывают, по-моему, черных. Черного и белого еще цвета. В общем, разные бывают вариации. Я своей прям очень довольна. Она, кстати, не тяжелая. Удобно держать ее в руке. Отличная. Ну и, конечно, чистота зубов после чистки звуковой щеткой и после чистки обычной классической щеткой. Это небо и земля. После звуковой щетки зубы просто идеально чистые и гладкие. Я уже не могу вернуться к обычным зубным щеткам. Они так классно зубы не чистят. Стоила эта щетка около 4000 рублей. Там немного разные цены в зависимости от комплектации. И доставка, кстати, была из России буквально в течение двух или трех дней. Еще одна покупка техники, это уже самая такая глобальная покупка из сегодняшних, это соковыжималка. Она от Xiaomi и называется она MIUI или MIUI. Я не знаю, честно говоря, как это правильно читается. Соковыжималка довольно-таки тяжеленькая. Она узкая. Она, в принципе, не занимает много места на кухонной столешнице. Но она довольно высокая. И эта соковыжималка очень мощная. Она выжимает сок вообще из всего, даже из твердых фруктов и овощей. Например, из моркови. Выжимает просто на раз-два. Здесь технология холодного отжима. Фрукты и овощи при отжимании не нагреваются. И, соответственно, у вас в соке сохраняется максимальное количество полезных витаминов и микроэлементов. Сюда вы закидываете, получается, ваши фрукты и овощи. Они попадают вот в эту часть, где уже происходит сам отжим. И далее делится все на две части. Из одного отверстия выходит жмых, а из другого вытекает сок. Сюда подставляются два контейнера. Так, сейчас покажу. Они у меня тут стоят внизу. Подставляются два контейнера. Один для жмыха, один для сока. И у вас все, в общем-то, само тут фильтруется. Она очень легко моется, легко разбирается. Мы пользуемся этой соковыжималкой практически каждый день. Ну, через день так точно. Она у нас уже, наверное, где-то месяца полтора-два. Можно здесь, кстати, и апельсины выжимать. Хоть здесь нет специальной насадки для цитрусовых, но мы просто чистим апельсин и закидываем его сюда. Так же, как все остальные фрукты и овощи, из апельсинов тоже прекрасно все выжимается. Очень крутая вещь. Вот если вы любите свежевыжатые соки, ищите себе хорошую соковыжималку, достаточно недорогую, тогда присмотритесь. Мы этой покупкой действительно очень довольны. Эта соковыжималка была также с доставкой из России. За 2-3 дня нам ее уже доставили. Мы покупали ее на какой-то распродаже за 6 тысяч. Сейчас она стоит у этого продавца 9 тысяч. Следующая покупка – это комплект из трех женских кружевных трусиков-шортиков. Здесь три цвета. Этот комплект, кстати, стоил всего лишь 300 рублей за все три штуки. Здесь три цвета. Это бортовый, черный и такой вот пыльно-розовый. Ну, давайте на примере бордовых вам их поподробнее покажу. Кстати, если что, трусы новые. Для особо впечатлительных я их еще не носила. Здесь идут кружева и спереди, и сзади кружева достаточно мягкая, эластичная, не колючая. На нужном месте здесь у нас идет ластовица из хлопка. Трусики сшиты хорошо, никакие ниточки, ничего не торчит. Очень хорошее качество. Как они будут носиться, пока не знаю. Надеюсь, что хорошо, но вообще я, в принципе, довольно часто заказываю нижнее белье с Алиэкспресс. И ношу его так же, как и нижнее белье из любого масс-маркет-магазина. Качество абсолютно идентичное, поэтому не вижу смысла платить больше. В том же H&M такие трусы одни будут стоить как минимум рублей 350, а тут три штуки стоят 300 рублей. Поэтому как бы для меня выбор очевиден, где купить. Мне они нравятся. Симпатичные. Я заказала в размере L на свой размер M. Свои мерки я оставлю для вашего удобства внизу в инфобоксе. То есть, они немножечко маломерят. Поэтому берите на размерчик больше. Хорошие мне понравились. Хорошо сделаны. Все три оттенка абсолютно одинаковые по качеству. Ну и последняя на сегодня покупка. Это моя просто супер находка. Сменные кассеты для бритвенного станка Винус. В комплекте было пять штук. И эти пять кассет стоили всего лишь 160 рублей. Оригинальные кассеты Винус за четыре штуки стоят где-то 500-700 рублей. В зависимости от магазина. То есть, понимаете, да? Выгода получается просто колоссальная. Я уже попробовала в деле одну из этих кассет. У меня оригинальный станок Винус от Gillette. Я могу вам сказать, что вообще никакой разницы нет с оригинальной кассетой. Вот у меня сохранилось что-то оригинальное. Я специально ее оставила для того, чтобы сравнить. Разница только, знаете, в чем? В одном моменте. На оригинальной кассете есть надпись «Жилет» вот тут. На кассете с Алиэкспресс этой надписи нет. Все. Все остальное то же самое. В использовании, по своим ощущениям, я совершенно никакой разницы не заметила. Эти кассеты такие же подвижные, как и оригинальные. Здесь также идет три лезвия. Они не царапают, не цепляют, не режут. Отличные просто. Я теперь вообще не вижу смысла покупать оригинальные за 700 рублей, когда можно заказать сразу пять штук с Алиэкспресс за 160 рублей. Это прям моя супер-пупер находка. Ссылочку тоже оставлю внизу в инфобоксе. Вообще ссылки на все товары будут внизу в инфобоксе. Заглядывайте туда. Вот такие у меня были в этот раз покупки на Алиэкспресс. Я надеюсь, что это видео было для вас интересно. А я буду с вами на сегодня прощаться. Желаю вам отличного настроения, здоровья. Пускай у вас все будет хорошо. Обнимаю вас. Целую. Пока-пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok